Всем привет, мои солнышки, меня зовут Таня, и вы попали на мой канал. Сегодня, ребята, у нас с вами будет такое необычное видео. В этом видео мы с вами будем рассматривать мой картонный виш-лист. Я видела такие подобные видео на других каналах, более кукольных, и решила выпустить на своём канале только уже с коллекцией картона, карточек, фотокарточек. То есть, я думаю, вы всё поняли. Эту рубрику я сама составляла, очень долго думала над ней, поэтому, да, это будет рубрика на моём канале постоянная. Я буду выкладывать такое видео два раза в год, это в начале. У нас сейчас февраль, и я постараюсь выкладывать эту рубрику уже в следующем году, в январе. Но и в конце это, конечно же, будет декабрь, надеюсь, что. То есть, следующая рубрика будет у нас в конце года, будет следующий виш-лист, который мы будем переносить на следующий, как я сказала, год. Вот. Ну, а в этом году, да, у меня сегодня будет достаточно куча групп, поэтому усаживайтесь поудобнее, берите чаёчек, печеньки, да и всякие вкусности. И, да, ребят, давайте начинать. Ну, а перед тем, как мы с вами начнём, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, также ставьте лайк этому видео, и, пожалуйста, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, потому что я буду каждому рада, кто подпишется. У нас будет ещё больше солнышек, я в этом очень сильно надеюсь. Но также пишите свои приятные комментарии, и можете написать в комментариях, кстати, какие у вас карты в виш-листе, потому что мне будет очень интересно почитать, какие же у вас хотелки. Вот, поэтому обязательно пишите. Ну и, кстати, я свой виш-лист никому ещё не показывала, да, это мой такой, скажем, обновлённый виш-лист, я его только совсем недавно составила, поэтому давайте начинать. Я буду показывать свой виш-лист на своём старом телефончике. Это у меня семёрочка айфончик, мой любимый, да, ещё с кнопкой Home, и на обоих у меня стоит крошка Ванён из ive. Так, ну и первый мой виш-лист, он у меня со стрейми, и давайте я буду потихоньку вам показывать, что у меня здесь находится. Ну и, конечно же, здесь у меня Джессончик. Первая карта у меня в виш-листе, которая стоит уже, наверное, с прошлого года. Да, некоторые карты у меня перекочевали уже как бы в новый виш-лист, потому что я его недособрала. Значит, здесь у нас карта, получается, Джессончика из 5-стар. Это предзаказка от Soundwave. Вот не могу её докупить. Либо у меня просто руки не доходят, либо мне иногда бывает лень. Да, такое тоже бывает. В общем-то, эту карту я сейчас вижу. Многие в Ру Фандоме продают где-то за 600, за 700 рублей её ещё можно где-то купить. Поэтому я думаю, что в этом году обязательно надо это сделать, потому что карта очень красивая. Тем более мне очень нравятся карты на природе. Поэтому я думаю, что я смогу её всё-таки выловить. Ну, посмотрим по обстоятельствам, потому что я собираю кучу групп в последнее время. Так, дальше у нас идёт The Song Go Live. Кстати, до сих пор у меня нет этого альбома, что очень-очень плохо, потому что Go Live и песня Gas Menu и вообще все треки в этом альбоме – мои самые любимые. Поэтому очень хочется купить данную карту. У меня очень мало карт Go Live. У меня всего лишь одна. Вот. А это, насколько я знаю, либо предзаказка, либо лимитка. И стоит она достаточно дорого. Да, я видела недавно эту карту за 2 600 или 2 500. Может быть, это не такая дорогая цена, возможно, но за такую цену её продают. Либо просто такие наценки ставят. Кстати, напишите в комментариях, кто знает. Может быть, она намного дороже стоит. Кто его знает, да? Ну, значит, мне очень понравился этот концепт. Именно то, что он школьный. Но и также ещё то, что держит тут такую свою щёчку, так миленько всё. Я обожаю милые карты Джессона. И всегда их любила. Мне кажется, это просто уникально Джессона делать на фотках очень-очень милое, cute лицо. Вот, поэтому, да, эта карта тоже давно у меня лежит в виш-листе. Так, дальше переходим. Это тоже, по-моему, предзаказка Джессона. Я не помню точно. К Файстару, к Максиденту. Ну, вроде бы к Максиденту, если я точно помню. Вот, эту карту продают где-то за 3 косаря. Если я не ошибаюсь, я видела точно такую карту за 3 000. Но, возможно, она стоит ещё дороже. Кто знает. Ну, здесь она мне понравилась, то, что здесь Джессончик нам шлёт сердечки. Я очень люблю такие подобные форматы карт. Поэтому очень захотелось её себе в коллекцию. И тоже она у меня достаточно давно лежит. Вот. Надеюсь, что я когда-нибудь её смогу купить. Ну, будем ждать. Надеюсь. Либо она у меня перекочует уже в следующий виш-лист на следующий год. Что я не хочу делать, потому что эти карты достаточно долго у меня лежат в виш-листе. Так, следующее. Это у нас совсем новенький альбом Rockstar. И именно этой карты и ссылки мне не хватает. Это у нас хедлайнер-версия. То есть, здесь он леденцом. Я думала, это мороженое. Как обычно. Короче, этот Джессон у меня получился неуловимый. И я не могу его никак найти. Не знаю, по каким причинам его вообще не продают. Я видела Минхо буквально за 1000. И, оказывается, хедлайнер-карты стоят достаточно дороже. Ну, наверное, из-за того, что там попадается всего лишь одна карта. Поэтому, скорее всего, это и дороже. Непонятно, какие там расценки ставят. Короче, ребят, если кто-то видел эту карту, пожалуйста, напишите мне. Скиньте мне её, пожалуйста. Очень ещё до сета не хватает. Вот чисто визуально понравилось. Вот из-за того, что концепт ванной. И поэтому здесь он такой красивенький. Не знаю, очень нравится карта. Вот просто не знаю. Вот как-то меня чем-то цепляет. Привлекает, так сказать. Так, давайте не будем отходить от темы рокстара. И, значит, у меня здесь есть вот такой вот Хёнджин Эммо Бой. Или как Блэк Бой. Вот, Чёрный Бой. Ну, как-то так. В общем-то, эту карту можно купить сейчас за 400-500 где-то рублей. В общем-то, её очень часто продают. Поэтому я думаю, что я смогу её как-то выловить. Ну, в общем-то, он мне здесь очень понравился. Я в последнее время очень люблю такой чёрный, готический, кожаные куртки. Я сама фанат кожаных чёрных курток. И у меня их, наверное, если не соврать, около трёх штук. Да. Я люблю чёрные куртки. Кожаные — это моя любовь. Да, поэтому... На самом деле, эта любовь мне зародилась ещё до того, как я увидела мальчиков-айдолов. Поэтому, да. Я ношу куртки кожаные ещё с 13 лет. Вот такая вот я модница ещё с 13 лет. Хотя модницы я себе и не назову. Так, теперь давайте вернёмся к Максиденту. Короче, ребят, всё. Я добавила в виш-лист карты Хён Джина и Мин Хо, потому что я считаю, что карты Максидент самые красивые вообще во всех альбомах. Стрейк Кис именно эти карты самые красивые. Ну, не знаю, вот чем-то они меня цепляют. Скорее всего, образами мальчиков, аутфитами. Вот что-то такое мне очень сильно нравится. То есть, у меня здесь есть вот такое Хён Джин сердечко. Также у меня здесь вот такое Хён Джине, но я его ещё не купила. Так, вот этого Хён Джина, я обожаю эту карту, я её купила. И вот эту карту тоже с беретиком я купила. То есть, вот эти две карты Хён Джина ещё как-то доступны, но эту я купила за 200 с чем-то рублей. Короче, эти карты ещё доступны, их можно купить. Так, этого Хён Джина я переплатила. Я заплатила за неё 500 рублей, хотя я её увидела через несколько часов за 300 рублей. Такая, ладно, ну хотя бы мне её отправили в первый день покупки. Это уже хоть что-то радует. Так, этого Хён Джина ещё можно как-то приобрести за 300 рублей. И, в принципе, я думаю, что на днёх я смогу её купить. Так, Минхо. На самом деле, я на эти карты заглядывала ещё в камбэк Максидента. То есть, когда у нас был камбэк? В 2022 году? Да, именно в тот момент я засматривалась на эти карты, когда вышли сетапы, темплейты. В общем-то, очень понравилась эта карта. К сожалению, эту карту ищу. Я её не смогла купить. Так, и значит, у нас ещё вот такая карта есть Минхо. Эту карту я купила. Вот, поэтому, да, мне её должны отправить. Вроде бы как. Также вот эти две карты хочу найти. Пока что у меня безысходно. Ну, буквально недавно я видела вот эту карту Хён Джина, которую продавали где-то за 800 рублей. Я такая, камон, за 800 рублей. Алё. Когда карты Максидента сейчас стоят не так дорого. Я не знаю, мне вот чисто они визуально нравятся. Даже если что, они дешёвые, но они мне нравятся. Не знаю. У меня такое вот всегда получается. Вот тогда не было времени покупать. Сейчас хотя бы есть возможность. Ну, не знаю. Так, дальше что у нас идёт? Это у нас Хён Джин 5 Star. Я уже, наверное, в своих роликах неоднократно про эту предзаказку. По-моему, это предзаказка от ЕС-24, если я ничего не путаю. Да, эту предзаказку можно купить. Где-то за 700-800 рублей её можно купить. Я и такие цены видела. Кто-то вообще продавал её за 600 рублей. И я такая, не, я пойду лучше другие карты Джессона искать. Вообще пофиг то, что она у меня вхотел, как давно лежит вообще. Короче, да, до сих пор ищу эту карту Хён Джина. Так, дальше у нас идёт вот эта карта Джессона, которую я не могу до сих пор купить. Это получается Noisy, Jewel Case тоже как типа лимитка, вроде бы как она называлась, не точно не помню. Но эту карту я очень хотела. Настолько хотела, что вообще забросила на её поиски. То есть вообще забила просто. Сейчас я её встречаю намного чаще, её продают вообще там за копейки, где-то за рублей 500-600. Вот, ну, для этой карты именно это копейки, потому что когда только вышел альбом Noisy, и когда только все начали распаковывать эту карту Jewel Case, я посмотрела в барахолках и в обсуждении продавали её за тысячу с чем-то. Я такая, не, ну нафиг, подожду пока цены снизятся, и тогда, может быть, посмотрим. В итоге всё, забила. Да, и такое бывает. Вот эта карта Go Live тоже мне нравится у Джессона, и вот никак не могу докупить эту карту. Очень-очень бы хотелось. Но я сейчас вижу, что она, в принципе, недорогая, её, в принципе, можно купить. Она в открытом доступе, её можно купить. Это не супер редкая карта, не супер дорогая. Правда, карты Джессона меня очень цепляют. Именно своим таким милым фейсом, потому что Джессон всегда делает очень такие кьют фотки. Не знаю, а вот тут у нас уже идёт суровый рэпер. Рэпер в домино. Это карта Лакедро, но еще, которая уже, в принципе, можно купить за 1900 рублей. Короче, цена на неё уже стала чуть-чуть получше. Не то, что было раньше. Где-то за тоже 3000 тогда я её видела. Вот. Но пока что не решаюсь её купить. Да и я практически, когда её видела, я тоже мимо неё почему-то проходила. Да, как-то так получается. Дальше у меня идёт Джессон из Christmas Evil. Вот эту вот карту очень хочу. Очень нравится эта карта. И, кстати, у меня была возможность её купить, но что-то я очень сильно тупанула и прошла мимо, опять же-таки, этой карты. Но в этом году я уже очень хочу всё-таки собрать все карты из виш-листа. Так, и получается это всё. И последняя карта, которая у меня лежит в виш-листе, это FaceStar. FaceStar, Джессон с купюрами. Очень хочу эту карту. Вот. Очень хочу. Надеюсь, что я смогу её как-нибудь достать. Сейчас я, в принципе, возможно, достать. Это за 1000 с чем-то я видела. Ну, посмотрим. Так, это все карты в моём виш-листе Postray Kids. И, может быть, сейчас кто-то скажет, что это очень мало. Но, ребят, я коллекционирую настолько много групп, но это карты, которые я планирую хотя бы купить в этом году, чтобы потом мне не сидеть вот как с некоторыми картами, которые у меня по 2-3 года в виш-листе. Поэтому я думаю, хотя бы, ну, в этом году попробую что-то докупить. Поэтому, да, не так много здесь карт. Потому что у меня упор ещё и на другие группы, не только на Stray Kids. Потому что я очень много групп за эти несколько месяцев начала стэнить. Те же IVE, те же Zero Base One, которые я раньше не хотела стэнить. Но ребята меня заставили своими песнями, своей внешностью, своими умениями, знаниями, танцеваниями. Короче, всё, что угодно. Дальше у меня небольшой такой виш-лист по группе Эспо. Пришли мы немножко к девчачьим группам, но как у меня идёт по ходу. Так, значит, у меня здесь есть 2 карты Винтер. Это, по-моему, из какого-то мерча, если я ничего не путаю. Там они с открыточками. Но она тут такая буба. Я не знаю, мне очень нравится эта карта. То есть она тут с шапочкой, такая милая-милая девочка. Не знаю, мне очень нравятся милые карты. В последнее время, как я уже говорила, некоторым они не заходят. Типа это уже достало всех. Ня-ня-нями, ми, это не то. Но не знаю, мне всегда нравятся подобные карты. Вот. И также я очень хочу вот эту карту Винтер из Сизен Гритинга. И недавно у меня появилась возможность её купить, но 2400 у меня просили за эту карту. Я решила чуть-чуть подождать и купить Гритинг Эспо. Потому что, когда я увидела в Пинтерсте эти красивые ежедневники, всё это так красиво оформлено, я поняла, что я очень хочу Сизен Гритинг Эспо. Хотя Сизен Гритинги я никогда не покупала и не собираюсь. Но вот Эспо меня в последнее время очень-очень, так скажем, очень-очень радует своими, так сказать, картами и релизами. Так, дальше у меня идёт потрясающая Крина Барби, как её многие называют. Ну, по сути-то да, потому что она здесь реально Барби с такими блондинистыми волосами. Так, это у нас камбэк My World с Spicy. Вот. И эта карта достаточно дорогая. Вот. Опять-таки очередная дорогая карта. И, кстати, не часто её продают. Может быть, в разборе попробую её выловить. Хотя, знаете, в никаких разборах я не сижу. Знаете, я очень мало знаю группу ВКонтакте, которые делают разборы на женские группы. Не часто я там нахожу Карину, поэтому даже не знаю. Но попытаюсь в этом году её тоже попробую выловить. Так, дальше у нас Карина из... Что это у нас? Girls, по-моему, да, альбом? Очень милая карта. В последнее время мне захотелось собирать какие-то необычные карты. Мне хотелось что-то вот другого. То есть, например, такой карты. Приближённая селфи. Тоже неплохая, необычная автокарта. Я бы хотела иметь такую коллекцию, на самом деле. То есть, необычная коллекция автокарт. То есть, там, может быть, совершенно разные карты. То есть, совершенно другого формата. Ну, то есть, обычные карты, только другие немножко селфи. Вот, и я бы очень хотела такую карту для вот такой коллекции. Её, в принципе, можно найти. Вот. Так, дальше у меня идёт Карина из драмы. Ребята, очень такой важный момент, почему я захотела эту карту. Да, может быть, ничего не примечательно. Такой серый фон. Карина просто в сером таком свитерочке. Но здесь есть логотипчик Adidas. Чтобы вы понимали, мы всей семьёй очень любим этот бренд. Я большая оверсайз футболки. У меня есть оригинальная футболка, оригинальные носки. К сожалению, уже скоро их надо выбрасывать, потому что они все потёртые практически. У меня ещё была олимпийка. Тоже оригинальная. Вот. Но, к сожалению, тоже она уже никакая, потому что я её носила в лет 14-15. Ну, короче, да. Типа моя любовь к Adidas и перешла к Карине. Вот. Так что да. Дальше. Что у нас за карта? Дальше у нас тоже Espadrama. По-моему, это версия SM Mini. Или S Mini, как она правильно произносится. То есть там такие маленькие брелочки. Насколько я знаю, сейчас такие подобные форматы выпускает не только SM. Starship выпускает. О, айф я видела. Ну, по-моему, всё. Больше я ни у кого не видела. То есть такая карта попадается вроде только там. Вот. Я, кстати, хотела купить такую версию Esmini, но потом передумала что-то. Я подумала, что если Карина мне там не попадётся, потому что Карина мне понравилась больше всех. Вот. Не знаю, почему. Вот эта карта такая готическая. Очень понравилась как-то. Ну, не знаю. Вот. Я думала, что если мне Карина не попадётся, я не смогу какую-то карту обменять на эту Карину. Так. Дальше. Карта, которая попала недавно в мой виш-лист. Я очень хочу собрать коллекцию карт разных, абсолютно разных групп. Но чтобы они были с тематикой Гарри Поттера. Я очень люблю Гарри Поттера. И всю вот эту вот вселенную, Хогвартс, обожаю. Обожаю вот... Просто обожаю вот именно Гарри Поттера. Я прочитала все книги, я просмотрела все фильмы. Вот. И даже играла один раз в игру Гарри Поттера на компьютере. Но это очень старая игра, я не помню. Вот. Поэтому я бы очень хотела эту Карину. Но я, к сожалению, не знаю на неё ни цену. Вообще её ни разу не видела ни в каких разборах. И в нашем ру-обществе тоже не видела эту карту. Я даже не в курсе, смогу ли я вообще её откопать. Но я её добавила в свой виш-лист. Так. Дальше у меня идёт Винтер с Мишкой. Это карта, которая от меня уже просто убегает. Уже который раз я её пытаюсь купить. Но она стоит не так дорого. Поэтому я думаю, я куплю. Это же опять-таки из альбома Герус. Ну вот не знаю. Очень нравится мне эта карта. Вот Винтер очень... Тоже очень... Вот у Винтер очень красивая карта, я считаю. И такая же Зайка у нас тоже Винтер. Тоже какой-то, видимо, не альбомный релиз. Просто какой-то мерч, скорее всего. Видела эту карту у нас в Руфандоме в обсуждении по продаже. И, в принципе, её возможно купить там за тысячу где-то. Но это вместе, если с открыткой. Там, по-моему, идёт сет. Карта и открытка. Так что она доступна, её, в принципе, можно купить. Так, Винтер, которая у нас тоже. Спаси Майворлд. Очень мне нравится Винтер в этом образе. С короткой прической. И, кстати, ещё у группы Айв, их лидер Юджин. У неё тоже классная стрижка. Мне так понравилось. Я влюблена в неё просто. Вот. Поэтому, да. Эту карту пока что я нигде не видела. И я вообще не ля-ля, сколько она стоит. Но добавила от балды. Если получится, то получится. Если нет, перекинем на следующий год. И будем продолжать искать данную карту. Это Винтер из драмы. Которая мне, кстати, попалась в альбоме. Я не ожидала, что она мне попадётся. Поэтому, да. Этот виш-лист был у меня составлен ещё до этого видео. Поэтому, да. Я не ожидала, что эта карта мне попадётся. Поэтому её, в принципе, можно убирать из виш-листа. Так, значит. И осталась вот такая вот красавица Винтер. Тоже мне она очень понравилась. Такая, знаете, в таком зелёненьком платьевске. Такая мечтательная тоже девочка. Ну, очень хочу эту карту. Это опять, по-моему, какой-то мерч. Это не альбомная карта. Тоже попробую её отыскать. По-моему, я её один раз видела. И довольно за хорошую цену. Надеюсь, что я смогу её купить тоже. Да, так что с Эспо у меня тоже не очень много чего. Потому что, ребята, как я и сказала, собираю кучу групп. Что постараюсь что-то из этого тоже покупать. Так что вот такой вот у меня был виш-лист по группе Эспо. И давайте перейдём к виш-листу Айф. Именно Ванён. Да, я решила собирать её карты. И, как вы можете понять, Ванён моя Биаска. Но также у меня ещё Биаска Рэй. Вот. Ну, я хочу собирать карты Ванён. Поскольку у неё достаточно дорогие карты. И за ними тяжело охотиться. И это мне, знаете, очень интересно стало. Как-то охотиться, знаете. Знаете, у неё очень дорогие карты. И я решила рискнуть, так сказать. Ну, конечно, удача мне не стать бомжом. Потому что карты дорогие. Мне кажется, я так буду скоро бомжевать. И кушать свои карточки. Но об этом как-нибудь ещё позже. Так, значит, здесь у меня карта Ванён. Эту карту недавно видела за 2 косаря. За 2 тысячи. Господи, я вообще в шоке. Но я её упустила. К сожалению, карты Ванён не только дорогие. Но ещё очень быстро уходят в солдат. Либо просто их быстро разбирают. Вот такая вот наша красавица. Очень быстрая, так сказать, особа. Которую быстро разбирают. И вот не успеваешь на неё вообще записаться. Либо просто её оплатить. Либо просто написать людям сообщение. Здравствуйте, есть в наличии карты Ванён. Мне пишут. Нет, забрали. Только что минуту назад. Всё, зашибись. Спасибо, до свидания. Вот так обычно диалоги мои происходят. Когда я пытаюсь купить карту Ванён. Это, по-моему, карта из альбома Майн. Если я точно помню. Короче, да. Неуловимая девочка. Очень она мне понравилась. Такая тоже барби-кют-гёрл. Вот. Поэтому, да. Очень хочу эту карту. Так. Эта карта из какого альбома? Так. Я не помню точно из какого альбома. Я подпишу из какого-то альбома. Буквально видела эту карту за 1200. И, в принципе, нормальная цена. Можно было купить. Но я, как обычно, всё профукала. Вот. Дальше очень красивая карта. С таким классным бантиком. Из моего любимого, любимого просто клипа Бэдди. Я обожаю этот клип. Я знаю эту песню наизусть. И я не могу. Это очень классная песня. Лично для меня. Для кого-то нет. Я знаю, что многим она не понравилась. Но лично мне очень понравилась. Да, ребят. Вкусы у всех разные. Не осуждаем. В общем-то, эту карту я недавно видела за 2000. За 2000 её реально достать. То есть, это у нас предзаказка. Так, это карта альбомная. Майн альбома. Вот. Её тоже, в принципе, возможно достать в ру фандоме. Именно в обсуждениях её тоже я часто видела. Поэтому, мне кажется, никакого труда не будет составить. Так. Это, по-моему, либо какой-то мерч. Либо что. Потому что эту карту продают за 1000 рублей. Её, в принципе, тоже очень легко достать. Вот. Ну, то есть, эта карта мне понравилась. Такая она тут красивая. Я обожаю всё, что с блёстками на одежде. Да. Тоже мой бизик какой-то. Так. Дальше у нас идёт After Like, который я полюбила. Прям после первого прослушивания. Я на Айв очень долго забивала. Ну, я знала, какие красивые девочки. В принципе, знала Айв только из-за Ванён и Юджин. Потому что я любила очень. Раньше любила группу Айз Ван. Да. Именно тогда. Такие, знаете, золотые времена. Когда я только пришла в кей-поп. Это было так классно. Ну, в общем-то, не об этом. Так, здесь у меня две карты. По-моему, это тоже... Нет, вот это, по-моему, альбомка. Её можно купить за 600 с чем-то рублей. Тоже её где-то видела за 1200 рублей. Не знаю, мне они здесь такие очень-очень понравились. Она тут с пучком. Я сейчас в последнее время обожаю карты, когда у девочек путёк на голове. Не знаю. Так, дальше у нас идёт предзаказка и альбомка After Like. И могу вам сказать спойлер. Одну из этих карт я уже купила. Вот. Так, осталась вторую. Может быть, сейчас зададите вопрос, зачем тебе две одинаковые фотокарты. Но, не знаю, у меня тот образ Ванён с этими волосами, такими прятками светлыми, очень-очень нравится. Я очень хочу эту карту. Точнее, эти две карты. Так. Так, и последняя карта Ванён – это тоже такая с сёчкой, где она держит свою сёчку и сёпает. Короче, да, у меня новый бзик на карте. Такой вот у меня виш-лист на Ванён, да. Ребят, очень маленький, потому что я боюсь, что всё будет плохо. Я не смогу собрать все эти карты. Так, ну и давайте перейдём к Твайс, которой у меня здесь тоже не очень много. И, как вы можете понять, здесь у меня всего лишь две карты на Ю. Ну да, я жду просто Камбэк Твайс, их новый релиз, который я заказала уже с сетом. И я надеюсь, что всё придёт ко мне быстренько. Вот. Так, значит, как вы можете понять, ко мне тут добавились карты Саны, карты Момо, карты Чи Йон и Дэхён. Да, это вот карты, которые я бы очень хотела в свою коллекцию. Я очень долго на них смотрела, и никак вот у меня не доходили руки, но в этом году я осознанно взялась и захотела эти карты купить. Так, значит, для Найон у меня не хватает вот этой карты с кроликом. Я бы её очень хотела. Вот. До сих пор ищу. Как бы у меня есть возможность её купить, поэтому я думаю, что я смогу это сделать. Так, вот это карты для сольного альбома. Кстати, у меня не так много карт осталось до закрытия сета. Там где-то 3-4 карты. Но если говорить про вот эту, то больше я бы хотела вот эту с косичками. Её все очень хотят, поэтому надеюсь, что я тоже смогу её приобрести. Так, дальше две Саны у меня. Даже три Саны. Из Eyes Wide Open. Мне очень нравится у неё здесь образ. Так, из Ready to be. Тоже мне очень нравится на этом фоне. И, конечно же, Сана с телефончиком. Вот с телефончиком в последнее время мне очень нравятся карты. Не знаю, вот прям очень-очень нравится карта. Да, видно. Так, значит, у меня здесь ещё есть карта Момо с персиком. Я, кстати, говорила о ней в одном из своих прошлых видео с распаковкой карт. Да, очень хочу эту с персиком Момо. Такой красивый, такой просто девочка-персик. Вот, значит, Момо в очках из... Сейчас бы вспомнить альбом. Formula of Love. Точно. И здесь у нас идёт ещё последующая карта, которая мне очень нравится. Знаете, кого мне напоминает Момо в этом образе? Дракулауру из Monster High. Вот такие лютые флешбеки. Так, здесь у меня Момо из Test of Love. Тоже очень хочу эту карту с косичками. Очень бы хотелось эту карту. Но и до сих пор у меня поиски продолжаются. Я ещё хочу её купить ещё с 21-го года. Поэтому, да, очень её хочу. Так, это Дахён из Ready to be. Очень мне нравится эта карта. Вот прям здесь Дахён такая милашечка. И я Дахён не собираю, но вот эту карту мне очень хочется купить. Так, значит, и последняя карта у меня Чиён из Between One and Two. Здесь она мне очень-очень нравится. Она с тигрёночком. Короче, ну, надеюсь на эту карту. Надеюсь, что я её смогу купить. В принципе, она недорогая, и я могу её выловить. То есть для Твайс у меня тоже не очень много карт. И даже если я все не смогу купить, то если хотя бы 3-4 карты куплю из этого виша, то уже будет достаточно хорошо. Ну, надеюсь, что я смогу хоть что-то из этого виша купить. Хотя бы из всех виш-листов, которые я вам показала. То есть, ребят, на этом было всё. Я, пожалуй, закончу своё видео. Да, здесь было не так много виш-листов, но на самом деле у меня в разработке виш по Zero Base One, также ИТ, ещё у меня, как бы, BTS немножечко есть, Севентин пошли. То есть это у меня виши в разработке, потому что я ещё не до конца подела, какие карты мне хочется, и по меру возможности, как их можно мне собрать. Это были виши, которые у меня уже готовы. В основном здесь были женские группы, но также показала вам и Стройкидз, которые я буду делать упор в этом году. Вот такое вот у нас было видео. Надеюсь, оно вам понравилось. И если так, то обязательно напишите об этом в комментариях. Понравилась вам такая рубрика, снимать ли мне её почаще. Поэтому, ребят, вот такое у нас получилось видео про мои виш-листы. Если вы хотите, чтобы эта рубрика выходила на моём канале, всё зависит от вас. То есть ваши лайки, ваши комментарии меня очень обрадуют. И это даст мне понять то, что вам понравилась данная рубрика. Вот. Так что, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, как я уже сказала, пишите свои замечательные комментарии. Ну и также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну что ж, мои солнышки, до скорого видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok